Буквально в ста метрах за моей спиной, там, где сейчас находится чертовое колесо, больше века назад находился дом Тамбовского губернатора Владимира Федоровича фон дер Лауница. Личность, которая сегодня незаслуженно забыта, но которая сделала так много для развития нашей области и всей страны. Его предки были из древнего дворянского рода из Восточной Пруссии, а сам он до последнего был русским человеком, глубоко верующим, твердым в словах и намерениях. Именно так о нем вспоминают историки. Владимир Федорович стал губернатором нашего края в нелегком 1902 году и сразу попал в пожар народных волнений, из которых вышел с честью и достоинством. Он умел отвечать решительными и жесткими мерами на террор, но всегда был очень добр к обычным людям. В Тамбов он приехал в течение генерал-майора, сбитый его величеством. Единственный губернатор, который имел такое приближенное звание, своеобразное, не указанное в табеле о рангах. То есть он имел возможность приехать в царское село в любое время и попросить аудиенцию без очереди. Такой из тамбовских дворян, такой чести было достоин только Нарышкин. По прибытии в город он начал строить больницы, храмы, помогать бездомным. В военной в отставке он во всем ценил порядок – от деловых до личных отношений. И всегда стремился его наводить там, где было возможно. Чтобы украдить народное волнение, с Дона привез сотню георгиевских кавалеров, которые стали первым прообразом нынешних росгвардейцев. Благодаря этому в нашей области удалось избежать большой крови. Беднота Тамбовская особенно его любила, потому что он не просто устраивал ночлежки. Это слово ассоциироваться с неким, может быть, таким, знаете, простым каким-то зданием, в котором просто, так сказать, кто-то ночует, лишь бы не замерзнуть. Нет, он их обустраивал, он покупал одежду, он покупал, обеспечивал едой, серых, убогих, тех, кому некому больше помочь. Интересный факт. Местные бедняки так полюбили Владимира Федоровича, что когда его назначили градоначальником Петербурга, провожали со слезами и на последние деньги выковали медаль. В Северной Пальмире ему предстояло прожить лишь год, но за это время он смог навести порядок и там. При нем не было разгула террористов и революционеров всех мастей. По сути, именно ему Россия во многом обязана от срочка революции и гражданской войны на 10 лет. Царь-государь Николай II пожертвовал Владимиру Федоровичу хрустальный гроб и сказал, что он, как спящая красавица, через 100 лет проснется. Вот прошло 100 лет, про него вспомнили, написаны книги. И, конечно, было бы неплохо увековечить в памяти людей, поставить, может быть, памятник, назвать улицу в честь такого великого человека, сквер на территории Тамбовской области, в городе Тамбове. Владимира Федоровича фон дер Лаунице не стало 21 декабря 1906 года. Террорист убил его выстрелами из пистолета после литургии. И у духовника Константин Богоявленский тогда написал, «Убили идеально честного человека, доброго, примерного семьянина, верного и прямого слугу царя, редкого горячего патриота. Убили именно за эти, дорогие всем русским, чисто характерные русские качества и черты. Помните о нем. Там малая толика благодарности, которую этому человеку может принести каждый из нас». Дмитрий Шапкин, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...